где можно оценить состояние своего здоровья а также избавиться от табачной зависимости и лишнего веса вы узнаете в программе актуальное интервью сегодня у нас в гостях заведующие отделением медицинской профилактики надежда пышнограева надежда здравствуйте здравствуйте рада видеть вас в студии скажите пожалуйста один из методов узнать о состоянии своего здоровья это диспансеризация расскажите какие вот какие комплексы в него входят действительно диспансеризация на сегодня это самый актуальный важный метод в профилактике диагностики многих заболеваний прежде всего заболеваний от которых сегодня люди умирают это сердечно-сосудистые заболевания онкологические эндокринные и заболевания бронхолегочной системы значит и дело в том что диспансеризация с этого года она несколько поменялась то есть сделали акцент больше на онкоскрининг потому что к сожалению онкологические заболевания год от года становится больше да и ненецкий автономный округ ну вот к сожалению не исключение кто может пройти диспансеризацию диспансеризация проводится один раз в три года если вам в этом году исполнилось количество лет которое делится на цифру 3 то вы можете пройти диспансеризацию в этом году допустим вам в этом году исполнилось 42 года 42 года делится на 3 без остатка да значит вы подлежите диспансеризации а где ее можно получить вот эту диспансеризацию направление на него куда нужно обратиться так диспансеризацию необходимо пройти по месту обслуживания медицинской организации в ненецком автономном округе занимаются всего две медицинские организации это заполярная поликлиника и взрослая поликлиника ненецкой окружной больницы можно обратиться в регистратуру или кабинет профилактики или кабинет диспансеризации или узнать информацию у участкового терапевта многие считают что она занимает очень много времени да на самом деле за сколько вот можно пройти и два дня один можно пройти и от одного дня и больше это зависит во первых от возраста потому что программа диспансеризации соответствии с возрастом она разная да и существует еще два этапа диспансеризации если первый этап можно пройти достаточно быстро один два три дня то и если по результатам первого этапа определяется что нужно дополнительные методы исследования то это конечно далее будет уже подольше потому что если будет назначена такие методы исследования как колоноскопия фиброгастродуаденоскопии и так далее и так далее то там может можно и до месяца то есть все результаты будут потом находиться у врача терапевта да и она уже даст картину да состояние здоровья это обязательно то есть первый этап завершает естественно терапевт то есть терапевт должен оценить все что было выявлено в рамках диспансеризации проанализировать провести краткое консультирование с пациентом грубо говоря объяснить ему что у него определено да и определить дальнейшую тактику в отношении этого пациента здорово расскажите пожалуйста какую помощь наши граждане могут получить в вашем центре чем занимается вообще центр где он находится наше отделение медицинской профилактики располагается на базе ненецкой окружной больницы территориально мы располагаемся на авиаторов 9b отделение медицинской профилактики его основные задачи это пропаганда здорового образа жизни и работа с подрастающим поколением и профилактика хронических неинфекционных заболеваний это работа уже со взрослым населением мы работаем на индивидуальном групповом и популяционном уровне да к популяционным методам относятся например проведение каких-то массовых профилактических акций выход на предприятие у нас есть такой проект здоровья на рабочем месте когда мы приходим обследуем выявляем факторы риска проводим профилактическое консультирование или читаем лекции на трудовым коллективом это как вот один из методов групповой уровень это когда мы формируем целевые группы например пациенты с артериальной гипертонии могут посетить школу на артериальной гипертонии и пройти обучение то есть тому как жить с этим заболеванием да и третий это индивидуальный уровень в нашем отделении совсем недавно заработал кабинет профилактического консультирования где каждый пациент может получить консультацию например по правильному питанию по отказу от курения по физической активности и так далее то есть под тем фактором риска которые кстати тоже могут быть определены по результатам диспансеризации и которые являются спусковым механизмом к развитию вот этих вот заболеваний от которых сегодня люди у нас умирают много у нас курящих в округе ну вот я могу оценить это только по результатам диспансеризации потому что к сожалению статистики и вот какого-то такого исследования не проводилась но по результатам 2017 года прошло в нашей больнице 3660 где-то человек из них 900 выявлено с фактором риска табакокурения то есть это достаточно большой процент алкогольной зависимостью а с алкогольной зависимостью опять же да у меня такой статистики нет скорее всего этими цифрами владеет психонаркологическое отделение да но также по результатам диспансеризации выявлено несколько несколько человек дело в том что сейчас вот кстати особенность диспансеризации не выявить уже человека именно с алкогольной зависимостью когда зависимость алкогольная то уже тоже поздновато да существует такая стадия проблемного употребления алкоголя кстати это могут быть совершенно приличные люди с хорошей работой что значит проблемное это значит систематического употребления нет это проводится специальный такой тест аудит по которому вот устанавливается вот эта стадия проблемного употребления то есть вроде бы еще проблемы нет но это такой звоночек к тому что человек может перейти в стадию алкогольной зависимости если мы говорим о профилактике профилактика ведь должна предупреждать да что говорить о профилактике когда уже алкогольная зависимость формировалась да поэтому мы должны действовать несколько наперед и вот и связи с этим ввели вот эту стадию проблемного употребления алкоголя она оценивается как я уже сказала по специальной шкале по специальному аудиту с тем чтобы как раз таки проговорить с человеком акцентировать его внимание объяснить ему чем это чревато да ну и таким способом профилактировать развитие уже собственно говоря самой алкогольной зависимости когда вот с каждым годом не кажется вот употребляющих в возраст употребляющих да становится все меньше и меньше да чем говорит во последний случай который произошел в норд холле отравление алкоголя это такой бич нашей современности да и вот я человек новый в округе и мне вот показалось даже вот так невыраженным взглядом что действительно очень много детей подростков вот пьяных я не видела а употребляющих табак курящих да и пиво достаточно много то есть они собираются такими кучками и значит вот вот этим вот занимается то есть это говорит о чем это говорит о том что опять же тут нужны меры профилактики и меры профилактики не только системы здравоохранения но тут должны подключаться все органы и структуры то есть дети подростки должны быть прежде всего задействованы где-то вот если вспоминая советское время и пионеров и октябрят да они были то слеты то конференции то еще что то то кружки по интересам сейчас мне кажется это этого маловато может быть стало может быть я не знаю может быть платные кружки не все родители могут позволить себе то есть надо развивать досуговые какие-то вот центры для детей по интересам понять что на сегодня интересна молодежи понятно не все могут плясать танцевать выступать да но молодежь все-таки чем-то интересуется это нужно узнавать и под их интересы подстраиваться второй мне кажется немаловажный момент это формирование культуры здоровья в семье да если родители в присутствии детей курят и вообще в принципе курят и дети знают об этом употребляют алкоголь чего мы хотим от детей конечно есть дети считают это нормой жизни и соответственно они считают что я тоже могу и это нормально да поэтому здесь тоже нужно работать ну и естественно среда среда в которой дети наши общаются да это опять же их подростки и сверстники это школа это еще какие-то заведения где они общаются они тоже оказывают свое влияние и конечно недопустимо если педагог курит и дети об этом знают а вы заметили да что вот на переменных звенит звонок и все выходят из школы покурить и взрослые и дети ну страшно ну это вообще конечно недопустимо и кстати вот введенный 15 федеральный закон об ограничении населения от табачного дыма и заметьте закон то называется ограничение других людей вот от табачного дыма потому что страдают не только сами курильщики но и те люди которые находятся с ними рядом потому что воздействие вот этих вредных веществ табачного дыма выдыхаемого из легких и плюс еще побочный поток от дымящей сигареты он наносит не меньше вреда нежели если человек курит недопустимо курение беременных женщин то есть собственно говоря здесь у ребенка нет просто выбора мама курит и соответственно курит вместе с ней ребенок отсюда последствия отсюда поражение центральной нервной системы последствия когда уже ребенок растет отставание в развитии и так далее вот и об этом конечно нужно говорить мы мы сейчас говорим вот заболеваний стало много вот медицина плохая нас плохо лечит да на извините а мы сами то что при приложили какие усилия если пациента лечат от хронической обструктивной болезни легких вызваны табакокурением а он при этом продолжает курить то естественно эффективность этого лечения будет крайне низкой а можно даже сказать неэффективной то есть заболевание все равно будет прогрессировать рано-поздно это приведет к летальному исходу да поэтому здесь все должно быть комплексно понятно мы все не идеальны да но если мы хотя бы чуть-чуть что-то будем менять откажемся от курения если кто-то не курит но злоупотребляют соленой пищей снизим немножечко употребление соли это будет большим плюсом это продлит нам жизнь это улучшит качество нашей жизни и и даже финансовое наше положение потому что для меня например здоровье тире деньги тире экономика экономика семьи экономика округа экономика страны как угодно потому что если например в семье не дай бог глава отец заболевает неизлечимым заболеванием да будь то рак или перенесет инсульт все экономика этой конкретной семьи но значительно понизится потому что потребуется затраты на лечение на поездку куда-то глава семьи не сможет обеспечивать семью и так далее и так далее и вот эти проблемы финансовые будут нарастать как снежный комп поэтому вот мое такое пожелание что вот ресурсы здоровья понятно что у нас возрастом будет уменьшаться но ресурсы нужно постараться сохранить потому что ну это наверное самая важная ценность которая у нас есть и не растрачивать и не растрачивать начиная с детского возраста вот задели тему рака к сожалению тоже больных онкобольных у нас каждым годом становится все больше а что вот влияет так много болеет людей экология продукты и экология влияет да те производства которые может быть там воздух канцерогены вода конечно экологию исключать нельзя но и для нас медицинских работников прежде всего мы считаем что это как раз таки распространенность вот этих вот нездоровых факторов риска и вот у меня тоже имеется статистика например по результатам тоже диспансеризации 2017 года самый распространенный фактор риска это неправильное питание то есть это злоупотребление солидной пищи пищи которая содержит различные там ешки жиры это однообразие пищи да оно кстати вот может способствовать распространение алкоголь онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта и смотрели статистику по ненецкому автономному округу то есть достаточно большой процент распространенности именно онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта поэтому здесь тоже нужно обратить внимание все-таки что мы едим разнообразно ли наша пища разнообразие оно как ну есть такие показатели что не менее 20 наименований в день должно быть например там овсянка капуста помидор там орех еще что то вот посмотрите если 20 наименований вашем ассортименте собственно говоря каждый день тоже курение курение второе место соответственно а курение вызывает рак и слизистой полости рта гортани легких мочевого пузыря и так далее да гиподинамия особенно злоупотребляют мужчины пришли покушали на диван до лишняя масса тела вот это тоже способствует развитию онкологических заболеваний ну и еще одна из важных причин это низкая грамотность населения у нас очень достаточно большой процент наследственности то есть если вы знаете что в вашей семье кто-то болел переболел онкологическим заболеванием или не дай бог умер а значит у вас должен быть вот повышенное внимание к себе вот если его определить потому и бывает же вообще сложно да как на ранних стадиях выявить вот ничего подобного как раз таки и можно определить во первых самому опять же нужны знания и мы вот в этом году предложили жителям прийти к нам на лекцию по профилактике онкологических заболеваний но население оказалось не активным да поэтому мы решили раз магомед не идет горе значит гора пойдет магомеду будем сами активно выходить в организации рассказывать об этом об этом потому что там достаточно много а что можно увидеть у себя на коже а можете хотя бы озвучить некоторые да вот такие самые может быть главные явные симптомы ну например нужно обратить внимание на свои родинки да вдруг родинка ни с того ни с чего начала видоизменяться расти или мокнуть да обязательно нужно обратиться к врачу и не ждать что что-то пройдет или не пройдет а если непонятный вырос на теле появился и вот это впервые этого не было ранее да тоже нужно обратиться у женщин часто распространено распространено онкологическое заболевание молочной железы значит женщина должна не иметь каждый месяц проводить самообследование молочной железы да и существует технология и можно посмотреть в интернете технику самоконтроля то есть если она нащупала у себя какое-то уплотнение и его не было естественно нужно обратиться к доктору если какие-то выделения непонятные да в кале в моче вдруг кровь появилась естественно это грозный звоночек тому чтобы ну при этом при этом у человека может ничего не болеть его может ничего не беспокоить а вот в слизистой полости рта тоже если какая-то язвочка если сломанный зуб там постоянно травмируют слизистую там уже какая-то эрозия сформировалась которая не заживает обязательно нужно показаться к доктору потому что очень часто происходит вот перерождение ну пожалуй вот это если по видимым локализациям да если какие-то боли появились длительные непонятны опять же нужно обратиться и провериться что же все-таки болит и чем раньше это будет сделано тем лучше потому что смотрите сейчас технологии идут вперед онкозаболевания хорошо лечатся если они выявлены на ранней стадии первая вторая желательно на первой поймать к маркеров это у нас делают в поликлинике да и их не могут все воспользоваться и да вот у нас как раз таки в рамках дня здоровья была целая неделя посвящена профилактике онкологических заболеваний и мы приглашали всех желающих сдать кровь на онкомаркеры конечно это тоже способ ранее собственно говоря диагностики но почему-то люди подумали что только онкомаркерами можно вот профилактировать и определить вот к сожалению нет это тоже не панацея да но он там какой-то спектр определенных да вот онкозаболевания или он прям полностью нет конечно только определенный спектр вообще сейчас не каждый сможет пройти там есть существуют критерии то есть группы риска группы риска и по результатам диспансеризации опять же приходите на диспансеризацию если вы там попадаете в группу риска вас обязательно направят на вот эти онкомаркеры но помимо онкомаркеров вот у нас мы провели эту акцию женщина пришла я хочу сдать кровь на онкомаркеры смотрим когда последний раз была у гинеколога два года назад рак шейки матки это тоже очень часто распространенная патология и поэтому как минимум раз в год нужно гинеколога посещать и там тоже берут мазок на вот как раз таки выявление рака шейки матки поэтому к специалистам то все равно нужно ходить это подход должен быть комплексный вот если еще раз говорить про диспансеризацию в разрезе онкозаболевания я вот хотела бы тоже телезрителей проинформировать что изменения произошли в этом году и значит у нас есть возраста которые могут пройти онкоскрининг раз в два года и я вот назову это мужчины и 69 года рождения 65 63 59 57 53 51 47 и 45 они раз два года должны сдать кал на скрытую кровь вот это тоже простой достаточно метод которым скрининговый метод который можно заподозрить на ранней стадии рак кишечника но почему-то многие отказываются а чего бояться что сложно сдать принести этот кал сложности то вообще никакой а пообъясняйте может они думают каким-то никаким методом покупается баночка в аптеке ложится туда кал да и приносится в лабораторию простейший метод но информативный если определяется кровь дальше нужно исследовать а откуда она эта кровь да это ранний признак тоже развитие онкологического заболевания и плюс еще женщины значит женщины так 68 года 66 62 60 56 54 50 и 48 они должны раз в два года пройти маммографию это вот как раз таки скрининг на онкозаболевание молочной железы да мама маммография у нас проводится делается в двух проекциях это очень информативный метод поэтому тоже не надо упускать такую возможность нужно пройти прийти и пройти этот вид обследования потому что по молочной железе но молочная железа вот на первом месте в среди вот различных видов онкологических заболеваний очень часто встречаются и опять же лечится хорошо но на ранних стадиях но еще мне кажется самый главный такой момент люди боятся люди боятся узнать вот этот диагноз рак и для многих рак звучит как приговор вот тут тоже совет не надо бояться и не надо сидеть ждать понятно это стресс понятно но это не конец жизни все лечится продолжительной жизни даже если он к заболевания не лечится продолжительность жизни у них достаточно большая и на особом лечении без каких-то вот таких серьезных последствий вот сегодня буквально у нас выступал главный внештатный онколог ненецкого автономного округа харитонов яков николаевич говорил про таргетную терапию да то есть как онкобольные уже неизлечимы на этой терапии качественно могут жить но это опять деньги это все стоит денег поэтому если мы говорим о профилактике то конечно все таки вот не допускать чтобы вот уже неизлечимая стадия была вы говорите что это большие деньги но это не за счет средств федерального бюджета да то есть вот не могу сказать я еще в эту тему не совсем погрузилась это больше владеет темой главный внештатный онколог не могу сказать за счет каких средств а дети у нас проходят диспансеризации или только взрослые нет детская диспансеризация тоже есть но я как и главный внештатный по медицинской профилактике больше занимаюсь как бы взрослыми да детская диспансеризация есть она также проходит в разные возрастные периоды программа детской диспансеризации Диспансеризация отличается от взрослой, потому что несколько другие задачи, другие заболевания выявляются. Поэтому диспансеризация проводится и в школах, ну и родители приглашают, я думаю, что тоже по месту жительства и прикрепления, но программа несколько другая. А чем болеют больше всего наши дети? Проводите вот такой анализ? Ну, я в целом владею цифрами. Чаще всего выявляются нарушения опорно-двигательного аппарата. Это связано вот с чем? Неправильная осанка? Да, это неправильная осанка, сколиозы, плоскостопие и так далее, и так далее. Ну, мне кажется, что здесь основная причина, может быть, конечно, парты или, во-первых, сидячий образ жизни. Все ведь в гаджетах. И как они сидят-то? На диване там или вкрепши, согнувшись, это все вот в планшетах, в телефонах. Плюс низкая физическая активность, не занимаются физической активностью, не хотят ходить на физкультуру, может быть, кто-то и не посещает даже спортивные кружки. Даже спортивные кружки, просто даже бегать во дворе, гонять футбол, это уже, конечно, будет большой плюс. Вот. Поэтому вот это самое распространенное, мне кажется. Может, как в советское время уже парад, знаете, как раньше утро начиналось, передача, да, с гимнастикой. В школе урок начинался тоже с гимнастикой, физминутки еще, да, вставлялись. А сейчас вот это почему-то у нас нет. Да, вот это, согласно, надо возрождать, потому что действительно у нас образ жизни у многих такой, офисный тип поведения, мы все сидим, естественно, нужно периодически вставать, делать зарядку, и не только детям, но и взрослым. А детей, конечно, должны стимулировать учителя, потому что дети наши тоже, смотрите, они утром встали, пришли в школу, до двух часов они сидят. Потом они приходят домой, покушали, делают уроки, опять сидят, потом они сидят у телевизора или там у приставок или с телефоном и планшетом, они опять сидят или лежат, то есть, соответственно, движения никакого. Питание тоже неправильное, да, тут вопрос даже, может быть, и не к самим родителям и детям, да, вот чем наполнены полки наших магазинов, да, там же сплошные Е, там сплошные красители. Или, наверное, 70% из всего товара, вот где взять вот это здоровое питание? Ну, выбрать можно, то есть, выбрать можно, то есть, крупы есть, ну, с овощами здесь, конечно, сложнее. И еще овощи тоже ведь могут накачанные быть, да? И вот это никто не контролирует, почему-то правительство наше вот не контролирует. Нет, вот смотрите, что делается на федеральном уровне? Сейчас разработана концепция здорового образа жизни, и Министерство здравоохранения Российской Федерации уже вышло с инициативой, чтобы вот некоторые продукты запретить, ввести маркировку продуктов, потому что во многих европейских странах есть маркировка, что, например, вот этот продукт здоровый, и покупатель, когда идет в магазин, видит этот значок, это в Швеции, это в Норвегии есть, и он ориентирован, он берет, выбирает для себя тот продукт, который, как бы, считается здоровым, да, чтобы ввели, у нас, кстати, многие продукты, на них не написано даже, где какие вредные вещества, сколько содержания соли и жира, то есть обязательно, чтобы было все это промаркировано, чтобы человек владел этой информацией. Но я тоже человек, опять же, новый, посетила магазин, и, конечно, цены на овощи, фрукты, они, ну, поражают, да, но, опять же, немного выбрать-то все равно можно яблоко, чтобы разнообразить свой ассортимент. Другое дело, накачан он чем-то, не накачан, но в любом случае клетчатка-то там есть, да, хорошо, если вы сами выращиваете там свеколку, морковку, что-то еще. Еще, кстати, альтернатива фруктам наши северные ягоды. Вот уж где клондайк витаминов, причем хорошо усвояемых у нас, у северян, потому что что толку нам есть авокадо, если мы его никогда не ели, да, и другое дело, нам есть клюкву, бруснику и мороженку, то есть для нас это будет гораздо полезней. Но еще здесь большой плюс мясо, здесь оленина, то есть я смотрю по содержанию, как-то качественно делается продукт, то есть вот это тоже большой плюс. Надежда Сергеевна, сейчас весна, тяжелое время года и для детей, и для взрослых, усталость накопленная за год. Вот как себя взбодрить? Что нужно сделать? Ну, во-первых, мне кажется, увеличить физическую активность. Несмотря на погоду просто. Да, даже несмотря на такой гололед. Ну, использовать можно различные методы. Можно дома танцевать, можно прогуливаться неспешно. Использовать скандинавскую ходьбу очень, кстати, популярный метод, удобный, и опора опять же есть, да, особенно для вот элит старшего возраста, хотя это, конечно, миф о том, что только пожилые занимаются скандинавской ходьбой, занимаются и молодые. Потому что при физической активности вырабатываются эндорфины, и настроение улучшается, человек начинает себя лучше чувствовать. Это первый совет. Второй совет, все-таки пересмотреть, а что мы кушаем, облегчить свое питание, убрать жирные продукты, колбаску жирную, трансжиры, сделать больше акцент на трудноусвояемые углеводы, крупы, овощи, вода, питьевой режим очень важен. И третий момент, это, конечно, наше эмоциональное состояние. Борьба с депрессиями. Каким способом бороться с депрессиями? Существует очень достаточно много методик. Одна из моих любимых, это использование аутотренинга. Когда я сама себе говорю, все хорошо, как говорят раньше, встань перед сектором и скажи, я самая красивая, я самая... Вот таким образом улучшать тоже себе настроение, видеть только позитивные моменты, а не негативные, потому что, опять же, если кругом один негатив, это тоже не добавляет нашему здоровью. Ну и стараться придерживаться здорового образа жизни, отказаться от курения, и мы готовы помочь вам на этом пути, причем мы будем сопровождать вас полгода, потому что человек, отказавшийся от курения, считается некурящим, если не курит полгода. Спасибо вам большое, Надежда Сергеевна, за интересное интервью. Будем следовать вашим рекомендациям. Спасибо. Напомню, что сегодня в гостях программа «Актуальное интервью» была заведующая отделением медицинской профилактики Надежда Пышнограева. Будьте здоровы!